Рауль Хаджимба Мы с вами уже проговаривали и достаточно жестко говорили о необходимости объективного расследования и создания всех необходимых возможностей для того, чтобы виновные по этим преступлениям были бы наказаны, независимо от того, кто бы это ни был. Я просил бы в части, касающейся двоих панцулаевцев, провести соответствующую работу по поводу и границы и сделать все вместе с МВД для того, чтобы эти люди были бы доставлены на территорию Абхазии. У нас с вами есть определенные наработанные контакты и должны все эти вопросы быть учтены. А по теме, той ситуации, которая складывалась в МВД, провести в Генеральной прокуратуре всю ту работу, о которой мы с вами говорили в предыдущие дни, и результат должен быть известен нашему обществу. Виновные должны нести наказание, так как это требует закон. И еще одно. Хочу, чтобы вы все, начиная от Генерального прокурора и Министра внутренних дел, и все те, кто будут соприкасаться в дальнейшем по части, касающейся предыдущего преступления в похищении Мирскула, все мероприятия должны быть доведены до логического конца. То есть люди должны понести ответственность за совершенное действие. Никаких поблажек никого не должно быть. Тем более, я еще раз говорю, у вас там достаточно еще объема работы. У вас есть над чем работать и с кем работать. Прокурор Зурабачба проинформировал президента о действиях предпринятых ведомством. О проделанной работе доложил и министр внутренних дел Гарри Аршба. По данному факту, по факту библии Тарба, возбуждено уголовное дело по статье 288, части 3, пункт А, это превышение должностных полномочий с применением насилия, пункт В. Как здесь было сказано, следствие ведет прокуратуру города Сухум. В настоящее время лица, причастные к данному совершению этого преступления, по-другому назвать нельзя, отстранены от своих обязанностей. Это должностное преступление, которое в полном объеме, с участием всех лиц, которые причастны, с квалификацией отдельно каждого, будет расследовано и доведено до общественности. По моему указанию была проведена служебная проверка. Собранные материалы были переданы в прокуратуру города Сухум для принятия решения того существу происшедшего. Однозначно будут установлены все обстоятельства смерти гражданина Тарба, а также определена непосредственно вина каждого сотрудника, случившимся. Насилие и превышение должностных полномочий, должностных преступлений сотрудников милиции категорически караются законом, и мы будем делать все возможное для того, чтобы установить все факты, которые имели место быть. На сегодняшний день прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело в отношении оперативных сотрудников управления уголовного розыска. Моим приказом все сотрудники, которые указаны в данном возбуждении уголовного дела, отстранены от занимальных должностей. На сегодняшний день мы проводим все мероприятия и сотрудничаем с сотрудниками прокуратуры непосредственно, чтобы выяснить все обстоятельства дела. Тоже совершение убийства в отношении Квитиния и покушения на убийство второго Квитиния было проведено комплекс оперативных сотрудников. Мероприятия были установлены, совместно проводились мероприятия совместно с СГБ, были установлены конкретно лица, которые совершили это преступление, братья Панцулая, и на сегодняшний день также совместно с СГБ проводятся мероприятия для того, чтобы установить их местонахождение. Оперативная информация на сегодняшний день, они прошли границу Абхазо-российскую границу. И устанавливается автомашина, на каком транспорте они переехали. В Центральной избирательной комиссии завершился процесс регистрации инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в президенты Абхазии. Напомним, что всего зарегистрированы 8 инициативных групп и 3 политические партии по выдвижению кандидатами в президенты Шамиля Адзимба, Астамура Отрба, Артура Анкваба, Лега Аршба, Астамура Какалия, Алмаса Джапуа, Астамура Тарба, Рауля Хаджимба и председателей политических партий Акзара и Амсахара, Леонида Дзябшба и Алхаса Квитиня. В ЦИК Абхазии должны рассмотреть документы претендентов на высший пост в государстве в течение следующих 10 дней. Приняты документы от трех инициативных групп и двух политических партий, кто конкретно сдал документы, все эти документы будут изучаться в Центральной избирательной комиссии. Ну и вот и пользуясь случаем, конечно, я обращаюсь к представителям политических партий, инициативных групп для тех, кто не сдал еще свои документы, чтобы они имели в виду и в обязательном порядке, уложились в срок, окончание, значит, рабочий день длится, как вам известно, до 18.00, 16.00, мы принимаем документы. Ну, я думаю, что все уложатся в срок, у нас предпосылки на это есть, и будет время, отведенное законом для изучения документов в течение 10 дней, вы знаете, а по закону за 30 дней до дня голосования мы должны зарегистрировать или мотивированно отказать в регистрации тем или иным инициативным группам или политическим партиям. Сегодня было заседание, очередное заседание Центральной избирательной комиссии, на которое выносился ряд вопросов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании, и это основной из которых был, конечно, создание, хотя законодательно это не оговаривается, но мы создаем при ЦИКе рабочую комиссию по изучению представленных документов. И вот сегодня такая комиссия была сформирована внутри ЦИКа, и вот комиссия приступает к своим обязанностям буквально с сегодняшнего дня. 30 лет назад, 15-16 июля 1989 года, в Сухуми и в других районах Абхазии произошли первые грузино-абхазские вооруженные столкновения, ставшие следствием антиабхазской кампании, развернутой грузинскими лидерами. В этих событиях погибли 17 человек, 448 получили ранения, а многие свидетели были подвергнуты уголовному преследованию и необоснованно суждены советскими судами за участие в национально-освободительном движении абхазского народа. В истории нашего государства немало дат повлиявших на судьбу абхазского народа, на его самоопределение, обретение им государственной независимости. 29 лет назад, 15-16 июля 1989 года, в городе Сухум и других районах Абхазии впервые прошли грузино-абхазские столкновения. Этому предшествовали ряд событий. Апогеем стало распоряжение о создании в АГУ филиала Тбилисского госуниверситета, принятое Верховным Советом Грузии 14 мая 1989 года. Ранее, с 6 по 14 мая, чтобы добиться этого, перед зданием нынешнего Государственного русского театра драмы студенты грузинского сектора АГУ устроили сидячую забастовку. В Сухуме ежедневно собиралось до 5000 человек грузинского населения, которые поддерживали бастующих. Приезжали также их единомышленники из Тбилиси. По всей стране проходили многочисленные митинги грузин, на которых не скрывались антиабхазские настроения. Абхазы понимали, с какой целью проводились все эти акции. 15 мая представители абхазского народа собрались на площади Ленина. Сейчас это Площадь Свободы. Туда пришло и тогдашнее руководство Абхазии. На этом митинге руководство республики заявило, что открытие филиала Тбилисского госуниверситета в АГУ носит временный характер. Однако ситуация обострилась в середине июня 1989 года, после того, как стало известно о начале приема документов на поступление в Сухумский филиал Тбилисского государственного университета. Соответственно, это привело к логическим действиям со стороны Абхазов. 22 июня в Госфилармонии началась сидячая забастовка, участники которой требовали прибытия из Москвы комиссии Верховного Совета СССР. Комиссия прибыла 3 июля, и акция прекратилась. Депутатская комиссия после изучения документов, многочисленных встреч и бесед уехала 10 июля. Постараемся объективно разобраться, доложить Верховному Совету. Видимо, будем слушать, в край мере, я как председатель комиссии буду настаивать, чтобы на комиссии по национальной политике, межнациональным отношениям в Верховном Совете заслушали мы, значит, и руководство Республики Грузии, и Абхазии по этим наполевшим вопросам. Я думаю, что на этом работа не остановится. Подготовленное ею заключение о нецелесообразности разделения АГУ по национальному признаку было опубликовано в республиканских газетах на абхазском и русском языках, Абснухабш и Советская Абхазия. Республиканская газета на грузинском языке с обчета Абхазети решила напечатать его текст, но с комментарием руководства ТГО, где говорилось, что заключение комиссии не имеет юридической силы и прием документов от абитурентов продолжается. Грузинское телевидение официальное, газеты официальные, неофициальные, все в один голос нагнетали антиабхазскую истерию. Перечеркивалась наша история. Навязывалась какая-то очень сомнительная теория двуаборигенности. Что только не делалось, чтобы очернить историю Абхазии, исказить ее смысл. В воскресенье 16 июля в помещении Сухумской первой грузинской средней школы несмотря ни на что, планировалось начать приемные экзамены в филиал ТГУ. Обстановка накалялась уже не с каждым днем, а с каждым часом. То тут, то там в центре столицы вспыхивали локальные потасовки с применением всего, что попало под руку. Абхазы численностью около 5000 человек постепенно собирались на площади Ленина. Примерно в 21.30 на них последовало нападение до тысячи оголенных по пояс, чтобы не перепутать своих с чужими грузин. Начало появляться огнестрельное оружие. Всю ночь по городу слышалась стрельба. Столкновений не удалось избежать. Пыли и жертвы. 17 человек погибли. 448 получили ранения. Жертв могло быть гораздо больше. Крайне напряженная ситуация сложилась в ту ночь в Ачамчире. Тысячи жителей Западной Грузии и Галского района Абхазии попытались прорваться на помощь своим в Сухум. Но заблаговременно обовещенное руководство РОВД перекрыло заслоном из десятки автомобилей мост через реку Аалцга и организовало оборону. Около часу двух дня, 16 июля, к мосту из Сухумского аэропорта прибыла группа десантников под командованием генерал-полковника Шаталина, после чего пытавшиеся прорваться отступили. Введение в Абхазии особого режима поведения граждан, меры, предпринятые командованием внутренних войск СССР, позволили потушить на тот момент пожар конфликта. Благодаря личным усилиям Владислава Григорьевича, конечно, в первую очередь сюда были направлены внутренние войска СССР под командованием генерала-лейтенанта Шаталина. Они, конечно, сыграли большую роль. В первую очередь, конечно же, золотыми буквами будут вписаны имена тех героев, героев того очень сложного, очень времени переломного периода, которые пожертвовали собой во имя независимости, свободы и всех тех ценностей, благодаря которым мы сегодня имеем государство, независимое государство. Это все было, я считаю, что проявилось ярко очень во время июльских событий 89-го года. Это был очень сложный период, но он занял в нашей истории особую нишу, особое место в истории национально-собидительного движения Абхазии. События 15-16 июля 1989 года дали импульс для консолидации народов Северного Кавказа и Абхазии. Активизировалась работа по объединению прогрессивных сил. 25-26 августа 1989 года в Сухуми состоялся первый съезд Ассамблеи горских народов Кавказа. Громче стал звучать голос Народного форума Абхазии Айткалара. Саиджар Саля, Роберт Ломиа, Абхазское телевидение. В селе Дзюбжа у Чемчирского района начался сбор бахчевых культур. В этом году планируют собрать более 2000 тонн урожая. Однако, несмотря на высокое качество абхазских арбузов, в их реализации у предпринимателей возникают проблемы. Какие, выясняла Сарья Кварацхеля. На 60 гектарах земли в селе Дзюбжа растут 4 вида арбуза. Користан, Топчан, Александр, Бомба. Арбузы в Абхазии начинают созревать уже в июле. Ежегодно в сборе урожая задействовано местное население. Порядка 100 человек. Это трудоемкая работа, уверяют фермеры. На открытом поле они собирают плоды по мере созревания. Спелость арбузов определяют по следующим признакам. Усыхание плодоножки, ясность рисунка, характерный блеск и упругость коры. Со дня посева должно пройти 60 дней. Этот сельскохозяйственный проект был запущен в 2002 году. Специально были подготовлены поля. Проект реализовал предприниматель Зураб Какая. Он рассказал, что несмотря на высокое качество абхазских арбузов, есть проблемы с его реализацией. Арбузы чаще всего покупают с места, то есть приезжают машины, скупают их и уже дальше сами продают. Конкуренцию от дзюбжинскому арбузу составляет привозной, который и занимает прилавки рынков. Особо обратиться некому, особо и сказать некому, кому это регулировать, кто это должен об этом думать. В общем, крестьянин, фермер это не понимает до конца, наверное. А подсказать особо и как это отработать тоже некому, потому что нет никакой слаженной работы, которую хотелось бы увидеть. Любители летнего фрукта, к сожалению, не всегда могут различить местный арбуз от привозного. На прилавках не раз продавали привозные арбузы, выдавая их за дзюбжинские. Предприниматели планируют маркировать свои арбузы для того, чтобы избежать мошенничества. В этом году в Адзюбже планируют собрать 2000 тонн урожая. На сегодняшний день экологически чистый арбуз с поля в селе Адзюбжа стоит 15 рублей. Сария Гворацхеля, Томас Чикавани, Абхазское телевидение. С 22 июля по 9 августа в Московском Доме национальности пройдет благотворительная выставка продажа картин абхазских художников «Искусство ради жизни» в рамках международного благотворительного проекта «От сердце к сердцу». Все вырученные средства пойдут на лечение тяжелобольных подопечных КБФ «Ашана». Акция «Искусство ради жизни» включает в себя благотворительную выставку продажу картин абхазских художников, проживающих в Абхазии, России, Украине, Турции. Выставка представляет классическую школу живописи Абхазии. Также на ней будет представлено декоративно-прикладное искусство. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометцентра в Абхазии ожидается переменная облачность. С ночи и до полудня возможен каковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 16,21, днем 23,28. Температура лавской воды плюс 25 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.